С молитвами при чистой своей матери, в силу честнах же творящего креста, в предстательство небесных сил бесплодных, в честного славного пророка претечи крестителя Иоанна, к святых славных и сибольных апостолам, и живо святых архистратегов Божия Михаила Гужейскран, и живо святых преподобного Сергия Радонежской, уже памяти не совершаем, и всех святых помилует и спасет нас, як область и человека любит. Во имя Отца и Сына и Святаго, аминь и благоденна. Дорогие братья и сестры, в совместном облики. Спасибо Господи, что нашли в рабочее время прийти помолиться к Господу нашему иисусу Христу, вспомнить о преподобном Сергии Радонежском, его память, чьи сегодня церковь наша вспоминает, сегодня вспоминает церковь обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. знаете вот сколько святых да у нас сколько пустынников неподобного че сергию он же один из пустынников и вот если будем вспоминать да вот пустынников наших это те же египетские святыри да которые в пустыне там побывали много-много времени Мария Египетская Антоний Великий Павел Фивейский и вот люди которые Илья Пророк да те которые голодали которые у себя уничижали которые ходили как Иоанн Претеча то есть ходили там всяких колючих одеждах и прочих они те то есть были голодные хотя могли как Илья Пророк да взять и заключить небо на три года то есть вот так Господь им давал все но люди так себя уничижали и такой вот и такой как у те великие святые был наш русский святой это преподобный Мочи Сергий который также отказался в этом мире от всего то есть отказался от радости земной от семейной жизни то есть ушла в леса радонечные да и там да пребывая много-много времени то есть Господь ему даровал столько благодати Духа Святой что мы помним до сих пор житья как он стоял у престола Божьего да как сошла благодать в чашу как бы набился как бы как из него благодать то есть вот этот фаворский свет светил то есть это удоставилось не так много людей в этом мире это те люди которые уже при всей своей земной жизни удостоились стать уже святым то есть Господь преподобному Мочи Сергию еще с малых лет помню да как ему дал старец черновидец просфору когда он съел и стал понимать да и святой Евангелий Господь как старец сказал ему что и войдет тебе тут святый и будешь ты понимать Евангелие и многое тебе откроется вот и открылось ему многое и не только да как святой да он же еще как дипломат как устроитель земли русской российского государства то есть по его молитвам Куликовское сражение было выиграно то есть после этого началось объединение русских земель то есть с его именем связано в нашей стране очень и очень много а вот знаете вот эти дни нужно ставить как день конституции да потому что все таки нужно помнить тех тех людей которые на нашу страну можно так сказать организовывать но у нас вот как то так вот все это советское время было уничтожено да вот эта великая память великих святых вот но сейчас слава Богу Господь милостив даровал нам что мы можем все это смело брать вспоминать говорить и вы знаете нужно нужно молиться святым своим то есть нужно искать друзей ну святых да то есть не в миру искать друзей не великих мира сего которые могут так же как и все умирать которые заболевают которые теряют свои должности свои статусы все становятся старыми дряхлыми и умирают нужно искать друзей во святых то есть те которые не умирают никогда те которые уже удостоились всей своей святостью предстоять пред Богом у престола Божьего не молиться за весь наш мир и вот нужно там искать святых вот такой как преподобный Сергий Радочный в моей жизни много связано с его именем да то есть во первых меня родители назвали преподобного не преподобного а в честь преподобного Сергия простите а назвали знаете как меня назвал меня брат то есть я в один день был Лешей другой день был Сашей третий день был Кириллом там еще кем-то там брат мне старше на 3 года ему было 3 года и вот придет садик а там новый друг на него человек и потом он приходит и говорит он будет Сергеем мама говорит почему будет он говорит у тебя друг новый появился там еще он говорит нет он будет Сергеем то есть вот так брат меня назвал то есть честь преподобного Сергия Радочный и вы знаете я радую что у меня такой земной небесный покровитель я очень глубоко его как люблю уважаю да то есть мне когда там с крестной школы детская подарила вот на гениаке вот вот такую большую икону преподобного и я вот каждый день к ней прихожу вот так ну прикладываюсь и всегда прошу что было преподобного Сергея благословил меня и пошел то есть вот там навела по работе везде и вот я всегда как бы ну рассказываю когда я стал священником да вот я рассказывал же уже еще раз там вспомню этот момент перед тем как мне стать священником то есть мне стать священником завтра а сегодня завтра стать священником то есть священником я стал 28 июля то есть это вот буквально то есть молился я на преподобного Сергея Радочного в этот день то есть просто молиться им знаете я был диаконом и вот служу-служу и дела никакие не делаю то есть ничего у меня ну так не спориться то есть и я не священник и еще не понимаю я даже дошел до такого момента я прям начал молиться ну сильно начал молиться что отче помоли за меня как просто ну пусть он по мне определиться либо я буду диаконом дальше Я сейчас уже там буду какие-то дела свои делать, то есть, либо я уже буду священником и там, ну, по-другому вся жизнь складывается. И вот так прям сильно молился, знаете, я был в храме также Архангела Михаила, сколько это в нашей деревне там. У нас там тоже храм Архангела Михаила закрылся, внутри вообще был один. И вот через неделю, буквально сколько здесь, неделя же, да, пройдет, да, как раз, ну, неделя чуть-чуть, копейка, вот. И вот снится сон, что я стою перед преподобным Сергеем Радовичем на коленках, то есть вот так прям стою, и мы прямо перед его ногами, вот, и поднимаем голову, он такой высокий, такой строгий, такой прям строгий, вот. И говорит, молился я тебе Богу, и Бог благословит, давай, сдавай сегодня экзамены, хорошо, и давай на повышение. Ну, серьезно. И потом еще говорит, и меня не подведи на экзамен. Вот, и меня, то есть у нас не раз в тот день были экзамены, вот, я здесь Максим помнит, там, отца Николая Бабура, там, отец Владимир был, вот, и мы все сдавали экзамен. То есть мы сдали экзамен, мы начали на службу, и никто не знал, что мне будет рукополагать. То есть вообще вот Владыка вообще все переиграл, и вот так вот все было. То есть все по воле Божьей. Все по воле. Я к чему хочу сказать, что это все по воле Божьей. Знаете, и по молитвам все случается. Нужно просто искренне верить Богу. Вот искренне верить Богу, и искренне Ему доверять всю свою жизнь. И Бог тогда все по нам, все устроит. И по молитвам святых. И вообще, все Бог делает для того, чтобы вся наша душа спасала. Поэтому, дорогие братья и сестры, обращайтесь к преподобному Сергию Радосту. И он все устроит. Все устроит. Не обязательно ехать в Троице Сергиевой лавы. Прикладываться к маща. Все вы знаете, кто ездил в полонческие поездки. Все это такой кавардак какой-то. Идет. И бегом, кругом. И полетел. И побежал дальше. Знаете, это в жизни такое сделал. Как такой, че, я был там. Я там был. И все. Там так красиво. Там это. Знаете, вот люди ездят в паломничество. Но никто почему-то так не говорит, что там вот я так молился, я там это, я там то. Я там такую благодать ощущал. То есть, чувствовал там Святого, там Богородицу, еще что-то. Там Тивеева, да, там еще куда-то. К Александру Свирскому. Все как-то. Там было красиво. Там вот красиво, там вот красиво, там вот красиво. Ну, то красота не тоже. То есть, не то золото, что горит. А то золото, которое внутри человеков. И вот, как преподобный отче Сергий, то есть, отказался в этом мире от всего, да. То есть, он же был строгим игуменом. Прям очень строгим. Так и поискать надо было. То есть, от него же бежали монахи. От него бежали послушники от того, что голодали. Они ему прямо предъявляли. Говорят, ты почему тебе целую овоську привезли, не ты? Ты почему от нее отказался? Мы здесь голодные сидим, а ты не берешь ее? Он говорит, не надо. То есть, нет у этого Божьего благословения. То есть, вот так. Поэтому будем к преподобному Сергию обращаться, просить у него и спрашивать у него святых молитв. Чтобы он помолился за нас грешным, за нас недостойным. И чтобы мы хоть только чуточку приблизились к его святости. Помоги нам всем Бог. Роскресная школа хочет у нас что-то спеть. Да. Давайте, поставим. Капитан Малышевна. Попробуем. Первый раз мы сейчас будем. Он, конечно, один из наших любимых, ему молятся и дети, и взрослые, и он тоже и молится, и продолжает молиться о нашей стране. Отче наш, иже на небеси, я молю тебя, о Руси, пожалей, мой любимый край, от своих щедрот ей подай, и России, святой детей, ты любовью своей согрей. И свет нам благо в цыгаре, над обителью, что радуга цветет, это инак сергей на заре, трубинце молитву поддаем. Это инак сергей на заре, трубинце молитву поддаем, и нам станет, принесет воды, дробно молит, хлебы испечет. И за все нехитрые труды, благодарность Богу вознесет. И за все нехитрые труды, благодарность Богу вознесет. Зади плит лампады, умы и под, вспомни тех, кто страждет и горит. По утра храмам, перес вон, ангел литургию служит с ним. По утра храмам, перес вон, ангел литургию служит с ним. А сучица вдруг заглянет зверь, из Иисуса легкий и большой. Отворит мне дверь, ну и нам дверь, хлеб разделит нам, паим водой. Отворит мне дверь, ну и нам дверь, хлеб разделит нам, паим водой. И нам все нехитрые молчали, но по всей Руси идет молва. Чудо творит, свет его молит, сила благодатная в словах. Чудо творит, свет его молит, сила благодатная в словах. Тихий свет намага в церковь горе, радуга цветет над всей землей. Это и на стене, и на заре, молится с небеса нас с тобой. Это и на стене, и на заре, молится с небеса нас с тобой. Отче наш моленью гневи, Дух Святой очисти и спаси. Сыне Божий в этот грозный час не оставит каждого из нас. Сыне Божий в этот грозный час не оставит каждого из нас. Мы тоже очень рады, что нашего любимого батюшку так же назвали в детстве, как нашего любимого святого. И сегодня, в день взаименитства, мы хотим еще раз поздравить и подарить небольшой презент, такой набор настоящего мужчины. Дорогой наш уважаемый, любимый батюшка Сергий, мы поздравляем вас с праздником. Вы, на Бога полагаясь и творя добро вокруг, днями вовсе не считаясь, не жалея ваших рук, Господу всегда во славу свет несете и тепло, чтобы Божий враг лукавый не увел нас далеко. Пусть же в этот славный день вас Господь благословит, даст вам мудрости, терпения, к вам всегда благоволит. Будьте вы сильны, здоровы и за истину держась, сбросить нам греха оковы. Помогайте, помолясь. Спасибо всем Господи. Спасибо. Дорогой наш уважаемый, я россию поздравляю таким прекрасным степень, которым пусть Господь восходит по молитвам Свобода и Преподобное Сербия. Хочу сказать, что я очень рада, что приход живет, все вот движется, и воскресная школа, все благодаря, конечно, и вашей молитве, вашим неудомимым. Я хочу, чтобы вы оставались таким же эритичным, таким же нероднодушным, такой скорой на просьбы, на требы. Мы все благодарны вам за это. И пусть Господь вас хранит еще. И чтобы храм, и чтобы причинный дом построился, и все, что вы задумали, что отец Алексей задумал, чтобы все это сбылось. Я желаю вам всего доброго. Это вам ничего в себе не отказывается. Спасибо, спасибо Господи, за подарки, за такие добрые, знаете, слова. Они такие, знаете, очень сильные. И вот, вы так сказали много, но я вот не настолько не соответствую вот этому. Но хотелось бы вообще, вообще вся жизнь наша состоит из того, чтобы вот хоть как-то приблизиться к тем словам, которые вы сказали. Поэтому и я, и вы, и все мы вместе, молясь Господу, и Бог нам будет давать вот эту благодать Духа Святаго, которая будет нас менять в этом первом мире, из плохого, только к хорошим. То есть, а чтобы это все, молиться, молиться и делать доброе. Доброе людям по храму. А самое главное, это все-таки делать больше людям. То есть, храм, Господь сам все устрояет в этом мире. То есть, и притчевый дом построен. Ну, вот тут как бы маленькое недопонимание пошло. Вот. Мы проект уже сделали, все. Но есть у нас люди, которые, как и говорят, за базар отвечают. Вот. Поэтому принято решение, молясь Господь с Богом, мы его делать. Вот. Чуть-чуть меньше, потому что там, в сметах, там, 50-60 миллионов, мы их никогда не увидим. Вот. То есть, мы их увеличим. Ну, думаю, тоже хороший, новый период, надеюсь. То есть, на следующий год, вот, даст, уже начинал дамин, забирает кожу, лучше, что-то длиннется, снести. Как Бог управит? Знаете, как бы, я сильно за это переживал, сильно думал об этом постоянно. Потом, где-то у святых отцов читаю, что, если ничего не получается в этом мире, то на волю Божию все отправили. И вот, вы знаете, так и сделали люди сами. Подходят и говорят, ну, я говорю, не буду раскрывать всех, всех моментов. Ну, есть уже мысли, есть уже разговоры по этому поводу. Вот. Все движется. Слава Богу! Поэтому еще раз вас благодарю за совместную молитву, за ваши добрые слова, за все. И вот мы там приготовили варенье там шашлыков, там Данил, он должен был жарить. Иди-то пожарят, Данил, на шашлыке? Почему? Почему? Что-то не успел. Что-то не успел. Мы не дороголи. Ладно. Сейчас все, все дожарим. Давайте вознесем к Богу молитву и благоденственное, мирное житие. Великому Господину Отцу Нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому Мессия Руси и Господину Нашему, Высокопреосвеченнейшему Владимиру, Дмитрополитовскому и Таврическому, со всей их богохранимой паспою, настоятелю святаго храма сего, строителям, жертвователям, благоукрасителям, поющим, друждающим, всего святим, храма сиям, подашь Господи мир, тишину и замиле плодоземные и времена мирные, здраве, спасение, и во всем благое поспешение и сохранит на многое лето. Многое лето, многое лето, на многое лето. Спасибо. Новое лето, новое лето, новое лето, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, на новое лето. Спаси Христе Боже, дорогие братья и сестры, еще раз всем благодарю за то, что нашли время прийти в Краму, чтобы пролиться Господу, вспомнить преподобного, святого преподобного Сергия, его великую святость. Спаси Христе Господи. Ну а сейчас приглашаю всех встану. Сейчас пять минут и пытаюсь.